Как расставить приоритеты, тем более в кризисные времена, Вы говорили, что только общественно значимые какие-то проекты актуальны. Хотела Ваше мнение и совет спросить на эту тему. Остается совет прежний. Надо, если у Вас есть склонность к благотворительности, у Вас есть вера какая-то? Да. Вам надо или в рамках веры это делать, или в рамках государственных проектов, что лучше. Если у Вас силы и желание делать благотворительность, придите в местную власть какую-то или не в местную, и скажите им, я хочу какую-то, делать добрые дела в такой-то сфере. Пожалуйста, дайте мне такие возможности и внимательно смотрите, с кем Вы имеете дело. Если Вы доверяете человеку, тогда действуйте. Это даст силы и развитие Вашей деятельности в тяжелое время. А если просто Вы женщин, поучите водить машину, тоже классно. Вас подружат много появится, хороших Вы. Там темы немножко другие, конечно. Пасоваться хорошо. Это тоже женщине не надо, потому что она без общения не может жить. А возможно ли из этого сделать, ну такие сейчас я вижу аналоги курсов для женщин по развитию, пусть и женственности или еще каких-то направлений творческих, но на платной основе? Или это не стоит смешать? Из курсов по вождению? Нет. Курсов по вождению здесь ни при чем. Я просто сказала, что есть... Конечно, можно. У Вас очень сильная Венера, и Вы вообще любите женщин. Вы с ней быстро входите в отношения, дружите с ними. Если Вы будете делать такие курсы, то это будет успешно очень для Вас. Сто процентов. Независимо от времени, обстоятельств. Да, Вы будете успехом пользоваться в этой идее, без всякого сомнения. Просто я к тому, что первый бизнес занимает определенную, отбирает энергию, но и разрушать его сейчас как-то. Я бы слушала Ваши лекции про то, что нужно расставить приоритеты. Когда женщина занимается развитием социума, это не бизнес для нее, это ее долг. Потому что, когда женщина развивает социум, она, допустим, обучает детей, или школу, допустим, организует, или она, допустим, делает какие-то социальные проекты для пожилых людей, для, в целом, для кого-то, да, больницу какую-то там задержит, помогает лечить людей там своими средствами или своим влиянием, то это и есть то, что должна в обществе делать женщина. Она не должна выживать, развивать бизнес, она должна направлять свою энергию власть и влияние в любовь. Поэтому, если вы будете женщин развивать, заботиться о них, то тогда это будет сочетаться, с одной стороны, это будет иметь какой-то доход небольшой, с другой стороны, вы будете счастливы от этого, вы будете заниматься любимым делом. Что просто с первым направлением делать? Вы ходите к нему без детей? Нет, ни в коем случае. Нужно просто его стабилизировать, найти хорошего управляющего, дать ему хорошую зарплату, тысячу раз его проверить, увидеть, что он работает все нормально, поручить ему эту деятельность и следить за ним. А самому и включиться в то, что должна делать женщина. Спасибо, сформулировали четко. Спасибо.